В столице Папуа-Новой Гвинеи, в городе Порт-Морсби, вот уже 6 месяцев работает кабинет русского языка. Всех желающих знакомить с культурой, фольклором России, в том числе с российскими фильмами. О том, что думают в Папуа-Новой Гвинеи о России, о восстановлении экономических и дипломатических отношений с островом, поговорим с директором фонда сохранения этнокультурного наследия имени Миклуха Маклая, и следователем, путешественником, внучатым племянником и полным тезкой знаменитого ученого этнографа Николаем Миклуха Маклая. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у нас сегодня такой с вами необычный, интересный разговор. Вы знаете, я вот лично мало, конечно, знала о Папуа-Новой Гвинеи, потому что для меня стало открытием, что у нас, оказывается, после распада Советского Союза были прерваны всякие дипломатические и экономические связи, которые были до этого, и не было несколько десятилетий экспедиции на этот замечательный остров. На ваш взгляд, вот почему были прерваны отношения экономические и дипломатические с этим островом, и на какой стадии они сейчас находятся? Ну, дипломатические отношения не были прерваны, они продолжались в течение всего этого времени, но после распада Советского Союза посольство, оно переехало. И сейчас посол в Индонезии Людмила Георгиевна Воробьева представляет также и Папуа-Новой Гвинеи по совместительству. Но лететь до территории Папуа-Новой Гвинеи около пяти часов, и, конечно же, находиться постоянно в гуще событий посольству и послу достаточно сложно. Поэтому исключительно важно, когда там находится какой-то кусочек России, и вот русский кабинет — это фактически та площадка российская, благодаря которой мы имеем вот такую вот связь. Но это, конечно, культурная, гуманитарная в первую очередь связь, но на ней уже основываются могут и экономические отношения. Экономические отношения у нас продолжались. Они не были настолько серьезно развиты. И причины тому были, и то, что, когда, например, мы отправились в 2017 году в экспедицию, мы не представляли, как нам до туда добраться. И причина была очень простая. Да, это целая проблема. Причина, да, была простая. Невозможно было понять, как получить визы. В интернете, к которому мы часто обращаемся, знаете, такое слово «интернет», когда ты заходишь, там пишут, что нужно получить визу в посольстве Австралии. И когда я приехал в посольство Австралии и познакомился с Петером Тэшем на тот момент, послом, прекрасно говорящим по-русски, он сказал, извините, пожалуйста, но Австралия никакого не имеет отношения уже почти 40 лет. Это независимое государство Папуа-Новой Гвинеи. И как визы получать, это вам надо обращаться к ним. И поскольку у нас не было контактов прямых, поскольку мы не понимали, как и кто может ответить, то мы не знали, как можно добраться. И когда вот такие вот элементарные сложности есть у бизнеса, достаточно сложно вообще эти отношения развивать. Сейчас, буквально в том году, в июле месяце, визой вопрос был решен. В том числе и при помощи, конечно же, Папу-Новогвинейской стороны, миграционной службы. Мое участие нашего фонда и, безусловно, конечно, посольства и МИДа Российской Федерации. Сейчас каждый за 15 минут может получить визу. Ну, о вашем путешествии в Папу-Новой Гвинеи поговорим несколько позже. Ну, прежде всего, я хотела понять, ну, чем нам так важна вот эта страна? Папу-Новая Гвинея, да? Где Россия, где Папу-Новая Гвинея? И уже прошло там, ну, больше полутора веков с тех пор, когда Миклуха Маклай, ваш предок, в общем-то, ну, оказался на этом острове и провел там энное количество времени, отстаивал права местных жителей, Папуасов и, в общем-то, боролся за независимость этого острова. Ну, во-первых, Россия — это все-таки великая держава, которая имела и имеет право дружить со всем миром. Это один из самых важных показателей. Например, российские моряки, когда отправлялись в плавание, задачей их было не завоевывать земли, а изучать. Поэтому продолжение того наследия, которое есть в нас, в россиянах, в русских людях, это очень важное качество, потому что тем самым мы продолжаем себя и тот дух, который есть у нас. Дело в том, что действительно Миклуха Маклай боролся против угнетения этих народов. А насколько актуально это сейчас? Сейчас это очень актуально. Именно эта идея родилась у россиянина. Именно эта идея, которая говорит о гуманизме, защите темнокожего населения от порабощения, родилась именно у русского человека Николая Миклуха Маклая, который боролся за эти права. Сейчас, в то время, когда сносят все памятники, памятник Миклуха Маклая сохраняет и выстраивает, и желает изучать русский язык. Те люди, которые сейчас хотят быть самой богатой черной нацией, именно они себя так называют, Джеймс Марапа, продвигающий сейчас новую экономическую политику, в которой действительно России есть место, он хочет именно сделать так, чтобы Папуново в Гвине стало самой богатой черной нацией. Второй момент, помимо того, что мы сейчас с вами упомянули, у России есть одно из самых богатейших наследий по изучению океании. Это нам кажется, Советский Союз очень много вкладывал в то, чтобы иметь дружественные связи с регионом океании. Поэтому советская экспедиция, которая была в 71-77 годах Российской Академии Наук, прошла не только острова Новой Гвинеи, но и острова океании. И океании это вообще-то 30% мирового, 30% площади нашего земного шара. Так, чтобы мы просто понимали. 30 тысяч островов. Остров Новой Гвинеи находится на перепуте торговых путей. Он интересен, начиная от китайцев, заканчивая американцем, австралийцем, которые вкладывают и которые дают достаточно много денег, в том числе и во время ковид, в помощь Папуново-Гвинеица. В период, когда всего лишь 8 человек заболело в Папуново-Гвинеи, МВФ беспроцентно дала около 300 миллионов долларов Папуново-Гвинеи. А в МВФ в то время стояло огромное количество стран. А как вы думаете, почему? Да потому что это очень серьезный, интересный регион для развития, в который нужно вкладывать действительно для того, чтобы развивать его и с точки зрения использования природных ресурсов, и с точки зрения экономики. Он немножко задержался, да, действительно задержался, потому что 40 лет всего лишь этому государству. 40 лет независимости, а это в первую очередь говорит о том, что только сейчас они начали получать достаточное образование. Потому что если мы даже привезем хорошие технологии, то эти технологии, если мы не имеем достаточного образования, не сможете использовать все население. Например, интернет приложили только сейчас хороший. Но интернет, наверное, только в городе, в столице есть, да? Он есть повсеместно. Вопрос какой? То есть мы можем отправить какую-то смс-ку или какую-то связь, в некоторых местах она действительно отсутствует. То есть, к сожалению, сейчас Папуа Новая Гвинея, несмотря на то, что имеет огромный потенциал, она еще не набрала оборота для того, чтобы действительно представлять свою позицию. Какая Папуа Новая Гвинея сейчас? Потому что есть разные племена. 867 языков на этом острове непонятно, как общаются. Когда я читала вообще об этой стране, оказывается, там многие не имеют понятия, что такое холодильник. До сих пор некоторые пишут, что существует людоедство даже в отдельных племенах. Вы знаете, но людоедство не существует. Это уже ушло в прошлое. Безусловно, раньше ритуалы такие были. И 867 языков, это действительно говорит о том, что страна уникальная. Около четырех языков знает практически каждый. Это местный язык, язык соседнего племени, язык Токписин и, скорее всего, английский. Потому что английский язык образования. Образование происходит на английском языке. Те, кто живут в городах, они, безусловно, знают хорошо английский. 80% занимаются сельским хозяйством. Что значит сельским хозяйством и каким образом это развивается? Это не то сельское хозяйство, как, например, австралийцы в период непосредственно колонизации или протектората над Папуло-Ново-Гвинея выращивали копру в той степени, сколько им было нужно для того, чтобы высосать ресурсы и потом продать. После того, как австралийцы ушли, например, мы вернулись в те же деревни, где был Микух Мака, и увидели те же абсолютно строения, без всяких плантаций. Я спросил, зачем? Почему вы это все убрали? Ведь вы могли зарабатывать деньги. Вы знаете, нам достаточно. Нам достаточно того, что мы и так добываем. Нам не нужно выкачивать ресурсы из своей земли, а всего того, что есть, нам достаточно. Поэтому они построили на тех же самых плантациях, как где было, те же самые деревни и продолжают тоже жить. По поводу холодильника, я с вами абсолютно согласен. Они спрашивали меня по поводу того, что действительно можно продавать рыбу, если мы заморозим и потом ее переправим. Есть рыбные хозяйства, которые этим занимаются. Местные жители в основном добывают ровно столько, сколько им требуется. Это говорит только о том, что сейчас страна находится в хорошем, большом потенциале. У них есть очень интересная ситуация, что когда компании, которые приходят для того, чтобы добывать природные ресурсы, а Папуа Новогния входит в первые 15 стран по запасам золота, жиженного природного газа, там достаточно много природных ископаемых, включая практически вся таблица Менделея, включая лес дорогостоящий. 15 портов, которые могут это все дело обслуживать. Но, к сожалению, нет веток железнодорожных, которые могут бесперебойно это подвозить. Нет иногда понимания инфраструктуры, как это будет работать. И нет той рабочей силы, которая бы работала на местах, которая требует обучения, именно работы с этими технологиями и далее, и далее, и далее. И вот сейчас Папуа Новогния обладает этими серыми ресурсами с условием того, что Джеймс Марапа, это новый премьер-министр, который поставил целью действительно сделать эту нацию самой богатой, черной нацией. Он сделал первые свои шаги следующие. Во-первых, 40% от того, что работают компании иностранные в этой стране, они стали забирать себе. Раньше около 17% компаний, которые работали в этой стране, отдавали государству, а остальное все забирали себе. Теперь 40%. 15% продают на внутреннем рынке и 15% налог на вывод капитала. Извините, пожалуйста, но при таких условиях, с условием того, что там ExxonMobil, с условием того, который был закрыт и сейчас захочет опять продолжить работать, с условием компании Total, которая один из крупнейших проектов там построила... То есть я смотрю, много вокруг Папа Новой Гвинеи заинтересованных лиц крутится. Я просто вам могу сказать, что около 300 миллионов долларов Соединенные Штаты и другие страны подарили в период ковид для того, чтобы... Ну не просто так, наверное. Ну, в качестве дружественных отношений. Ну, 8 человек всего лишь приболело, все остались в живых. И, конечно же, сейчас немножечко интонация разговора с Папой Новой Гвинеи другая, неповелительная. Сейчас они хотят действительно иметь контакты хорошие, потому что новый пример закрыл те предприятия, которые не были выгодны для государства, для Папы Новой Гвинеи, для ее народа. Слушайте, ну вот ваш предок, да, Николай Миклухомаклай, он хотел, чтобы на этом острове сохранилась вот этнокультура, некая такая самобытность, да, и, в общем-то, можно сказать, что в какой-то степени им удалось это сделать. Но вот сейчас, когда многие иностранные компании, когда Америка, да, когда много кто еще заинтересован в этом регионе, нет ли риска утратить вот то, что они усумели сохранить, пронести через 2 года, да, что, ну, несмотря на то, что отсутствует где-то цивилизация, но они такие, какими они были, понимаете? Вот это, ну, какая-то такая уникальная особенность, то есть люди не поддались вот этому всему разрушительному, что происходит сейчас. Я согласен абсолютно с вами, и в то же время Миклухомаклай был за прогресс тот, который выбирает местное население. Если мы вспомним, то Миклухомаклай встретился с людьми, это первый действительно зафиксированный факт, которые не знали, что такое железо, как мы говорим, людьми каменного века. Вот сейчас они прям вот такие, да? Это же фотографии сегодняшнего дня, конечно. Но это в деревнях в тот период времени, когда есть какой-то праздник. Они носят обычные футболки, какие-то обычные шорты, разумеется, но это, я бы не сказал, что признак цивилизации. Давайте мы будем понимать, что какая-то ткань, одетая европейская или же американская или китайская, купленная непонятно где или подаренная, это не значит, что признак цивилизации. Цивилизация немножечко другое. Мне кажется, это когда они начинают пользоваться технологиями, когда они получают хорошее образование, и когда они имеют право делать выбор, в каком направлении они могут развиваться. Вот это та цивилизация, которую они могут делать. Ну вот вы, когда приехали в Папу Новой Гвинеи, что вас вообще потрясло, поразило, да? Как человека, который, ну, привык к тому, что он с утра открывает холодильник, включает кран, у него есть канализация, все под рукой. И вдруг вы оказываетесь там, где всего этого нет. Вы знаете, я рожденный в Советском Союзе человек, занимающийся когда-то парусным спортом в течение 10 лет, и прошедший походы в течение 10 лет, ничего не увидел нового. Мы ходили всегда в походы, мы ходили и разжигали костер, и получали огромное количество удовольствия. В России таких людей миллионы. Безусловно, мы иногда хотим от этого уйти, от холодильников и прийти к этому, а для них это норма абсолютной жизни, они к этому привыкли. Я первое, что увидел, наверное, не ту разницу в того, что у них нет, а то, как все продумано. Вы представляете, у них хижины, они абсолютно сделаны таким образом, что они полностью вентилируются. И тебе не жарко, несмотря на то, что средняя температура в году, 25-27 градусов, по году, она всегда такая. Абсолютно комфортно сделано и удобно то, что, например, в хижинах они спят и живут, а рядом находится кухня. Все абсолютно продумано в отдельной хижине. Я увидел, насколько они доброжелательны, насколько у них продумано их огородничество, и оно ровно столько занимает места и времени их жизни, сколько нужно для того, чтобы накормить семью, а не с утра до вечера ты в огороде для того, чтобы потом побежать это продавать. Они собирают ровно столько, сколько им нужно, а все остальное время проводят с семьей. И, как мне сказал старейшина, это потомок того первого попуаса, который встретил Микуха Маклая, мы сохраняем традиции, потому что наши дети живут с нами. Это хороший пример. Мы точно так же можем и в цивилизованном обществе сохранять эту традицию, живя вместе с детьми или в большом доме, или же рядом, для того, чтобы они могли видеть наши привычки, и тем самым будем сохранять традиции. Поэтому я считаю, что первое, что меня поразило, это, безусловно, исходя из того, что я знал эту историю, не только в их быте, а то, насколько они помнят и любят Россию. Это та причина, почему я сейчас нахожусь напротив вас, почему я занимаюсь сейчас тем, чтобы рассказывать о Папу у Новой Гвинеи. Но в чем выражается эта любовь? Как вы прочувствовали на себе это? Я прочувствовал это в том, насколько они сохраняют память о Микуха Маклая и сохраняют память о России. Когда мы подплывали, подходили на лодке к берегу, они подняли русский флаг, притом я не брал этот флаг. То есть у них русский, наш российский флаг. Это не был наш российский флаг. И поставили на том же самом месте и пели гимн Папу у Новой Гвинеи. А дальше в джунгли, где жил Микуха Маклая, и там так же все сохранилось практически, приехал основатель государства Майкл Самара. Человек очень высокопоставленный. Для того, чтобы засвидетельствовать почтение российской экспедиции, им нет, потому что он считает важным продолжать отношения с Россией. И вы знаете, вот когда ты видишь, насколько они хотят действительно с тобой дружить, и дружить даже не с тобой, а с Россией в первую очередь, ты понимаешь свою меру ответственности, как ты должен себя вести для того, чтобы выстраивать эти отношения, и понимаешь, насколько действительно есть большой потенциал у россиян, и у российских компаний, и у русских людей, которые могли бы туда ездить и наслаждаться, и отдыхом в том числе, в сотрудничестве с Папу у Новой Гвинеи. А что они знают о России с сегодняшнего дня? Вы знаете, о России они знают... Ну, во-первых, Путин для них бренд, это будем говорить откровенно, конечно же. Для них независимость и независимая политика России – это бренд. И для них Россия – это самая большая страна, иногда они ее называют Сибирью. Почему? Потому что на картах написано Сибирь. Если вы видели, там Россия и Сибирь. Вот они говорят, вы откуда, из Сибири или из России? Я говорю, я из России. Откуда они черпают эту информацию? К сожалению, не так много сейчас в образовательных учреждениях информации о Миклуха Маклая, о России, о русских. Раньше эту информацию они могли черпать за счет изданий, которые в Советском Союзе поставлялись, в том числе и в Папу у Новой Гвинеи. Ведь раньше печатали специальные издания на английском языке для того, чтобы за границей могли знать больше о России. Сейчас таких изданий нет. Поэтому сейчас на данный момент только Кабинет Русского Мира может спасти, изменить эту ситуацию, сохранить то, что есть и приумножить. Да вот я сейчас, знаете, что предлагаю послушать отзывы студентов вот в этом русском Кабинете, что они думают о России, что о ней не знают и что о ней говорят. Конечно. Мы любим русскую культуру, в особенности национальные костюмы, русский язык, а также самих русских. Поэтому культура России сильно влияет на нас через фонд имени Миклуха Маклая, и мы очень ценим это. Большое спасибо, Россия! Я также немного выучил русский язык и хочу продолжать еще больше изучать его. И да, я надеюсь получить шанс приехать в Россию и выучить русский язык еще лучше. Спасибо фонду имени Миклуха Маклая и русским за помощь и поддержку, оказанную российскому Кабинету здесь, в Папуа-Новой Гвинеи, в национальной библиотеке. Это замечательно, что у нас есть российский кабинет здесь, в Папуа-Новой Гвинеи. Теперь мы, Папуа-Новой Гвинейцы, можем узнать больше о России, научиться говорить по-русски, чтобы общаться с россиянами. Да, я с радостью бы продолжила изучать русский язык. Это красивый язык. Я также узнала немного о российской культуре. Например, зимой россияне все равно женятся. А еще я знаю о балалайке, которая представляет собой треугольный музыкальный инструмент для исполнения русской народной музыки. И о кукле-матрешке, название которой означает «маленькая матрена». Эти куклы-матрешки делаются из дерева и ярко раскрашены. Когда их открывают, в них находится множество еще более маленьких куколок, которые спрятаны внутри. Папуа-Новой Гвинеи тоже нужно узнать о том, что происходит на другой стороне света. Узнавая разные языки и культуры, изучая их, мы можем лучше понять друг друга. Я знаю, что такая была группа местных жителей, которые вы привезли сюда, в Россию. Вот такой перекрестный вопрос. Сначала я вам задала вопрос, что вас потрясло в Папуа-Новой Гвинеи. Наоборот, что жители Папуа-Новой Гвинеи потрясло в России? Вы знаете, они... Я помню одну из фраз, насколько они уважают Россию. Когда они приехали на Красную площадь, он трогал брусчатку и говорил, вот здесь решаются все главные вопросы в мире. Это было потрясающе, как люди относятся к этому. Мы иногда не знаем этого отношения, поэтому вот это вот общение, оно разрушает определенные мифы наши. Как о русских, так и у нас Папуа-Новой Гвинеицы. Мы даже не знали, как их раньше называть. Вы знаете, в словарях написано «Новой Гвинеицы». Надо их называть, но все-таки их будет правильно Папуа-Новой Гвинеицы называть. Их поразило, конечно же, отношение доброжелательное русских. Это очень многое. Многое говорило. Мы посетили Санкт-Петербург и Москву. Очень было интересно смотреть на те впечатления, когда они зашли в Исакевские соборы. Они сказали бы, не представляли вообще, что может быть такой церкви. Мы, когда находимся в церкви, это что-то очень простое, практически под открытым небом. Как вы это все содержите? Как вы можете создавать вот такое искусство? Они были этому поражены. Поэтому мы посетили очень много культурных мест. И вы знаете, один из моментов потрясающий. Они стреляли из пушки в Санкт-Петербурге. Только высокопоставленным людям можно стрелять. И вот мы, когда попросили, мы могли бы в Петропавловской крепость зайти. Миклуха Маклая, кстати, несколько дней провел в качестве профилактики во время своего студенчества. И нам подвинули очередь. Вот те люди, которые должны были стрелять, когда они узнали, что приехали попуаса с Миклухом Аклаем стрелять из пушки. Говорят, вы знаете, давайте мы уступим. Мы хотели бы, чтобы они получили впечатление о России такое, которое они принесли с собой. То есть это была первая делегация. Но эта делегация была очень продвинутых ребят. Они преподаватели в университетах. И это было целью, потому что мы теперь сейчас с ними общаемся и проводим различные мероприятия, в том числе и поддержку русского кабинета, благодаря вот нашему открытому отношению. Они посетили здесь все, включая Малый театр. Юрий Соломин здесь встречал. Они зашли в МИД, их встречали. Петровский открыл нам дверь, и мы были в Эрмитаже. В музее в Русском они побывали. В Янтарной комнате. То есть я вам должен сказать, что такую программу, которую мы сделали за 10 дней, количество мест, которые мы посещали, я последний раз за 5 лет посетил. Это те ребята, которые живут у себя на родине в хижинах? Нет, это те ребята, у которых семья живет в хижинах, а они уже живут в городе и преподают. Это преподаватели. Ну, скажите, все-таки какая цель первоначально стояла перед вами? Ну, восстановление дружественных отношений, да, и их поддержка, несомненно, важна. Но так или иначе, наверное, идет речь о какой-то взаимовыгоде в том числе. Вы знаете, я вам по поводу выгоды два слова скажу. Когда, в чем выгода? В количестве денег? Я, когда отправлялся в эту экспедицию, это было самое невыгодное предприятие. Всю экспедицию оплачивал я. Некоторые деньги мне помогли мои друзья, потому что компании, которые на меня смотрели, к которым я пришел, сказали, что это... Мы не видим в этом выгоды. В чем здесь выгода? В Российской Академии Наук предложили мне обратиться лет через 20, когда будет введена эта программа. И когда я отправился в эту экспедицию, я считал не то количество денег, которое я получу, а я считал своим долгом сделать то, что могу сделать только я на тот момент. Я взял российских ученых, пригласил их, оплатил им билеты, составили мы программу, и мы поехали туда, потому что я видел в глазах тех людей, которые были до этого в Папулово-Ново-Гвинеи, что важно это продолжать. Мне человек, который был в Папулово-Ново-Гвинеи в 77-м году, Данил Давидович Томаркин сказал, я шесть дней всего был на берегу Маклая. Вот этих шести дней мне хватило на всю жизнь. Я имею в виду о взаимовыгодном сотрудничестве непосредственно двух стран. А теперь вот можно возвращаться к взаимовыгодному сотрудничеству. Мы поговорили о том самом главном, на чем базируется моя цель и задача, и вообще крепкие отношения. Через 150 лет эти крепкие отношения, они сохранились только потому, что они базировались немножечко на другом, нежели просто на выгоде денег. Но говорить о том, чтобы действительно эти выгоды были финансовые, необходимо. И разумеется, у России есть очень много технологий. Разумеется, есть желание сотрудничать и открывать им двери, в том числе по добыче полезных ископаемых. Есть интересные программы по образовательной, которые Россия может использовать. Но Россия мало знает о Папу Новогвине, и мы с вами ее открываем. Мы показываем, что это может быть. И, соответственно, будущие мероприятия, которые будут связаны с проведением бизнес-митингов, которые расскажут о Папу Новогвине, для русского бизнеса, который сможет спокойно поехать теперь туда, без проблем с визами, узнать об этом, договориться и получить контакты доброжелательные. Мы все это дело организуем. Наш фонд работает достаточно долго над этим. Это некоммерческая организация. Мы не преследуем коммерческие цели. Но мы понимаем, что без коммерции и мы не сможем поддерживать и кабинеты русского мира, и далее. Теперь давайте посмотрим, насколько выгодно поддерживать кабинеты русского мира. А если они знают русский язык, это продвижение туризма. Нет туристов русских, которые хорошо знают английский язык. Большинство из них знают русский. Если там будет даже два человека, которые будут знать русский язык, это потенциал туристического бизнеса для российских компаний, для компаний Папу Новогвинеевских, расширять свой кругозор для бизнесменов, которые смогут получить консультации по возможностям этого бизнеса. Это начиная всего лишь с обучения русскому языку. Позитивные отношения, благодаря той истории, которая есть, которую мы вкладываем, благодаря этим мероприятиям, позволят открыть двери, например, на серьезном самом уровне. Потому что у нас общение идет напрямую с премьер-министром, напрямую с политической элитой и напрямую с теми людьми, с которыми мы же спали на циновках. Чем мы отличаемся? Тем, что мы именно, начиная от циновок, заканчивая самым первым уровнем, который только возможно. И это, разумеется, могут использовать компании. Так вот, их цель – посмотреть, в чем их выгода. А наша цель – открыть им двери ключом. И для того, чтобы они могли начать коммуницировать, безусловно. Я благодарю вас за столь удивительный рассказ в нашей студии. Желаю вам только удачи. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова